Добрый день, дорогие рукодельницы! Меня зовут Ахмадулина Светлана. Я увлекаюсь не только придением, я увлекаюсь еще вышивкой, особенно вышивкой счетной. В преддверии дня святой мученицы Параскиной Пятницы, покровительницы женского рукоделия, предлагаю вашему вниманию мастер-класс по вышивке. Вышивка называется «Набор». Этот мастер-класс организован Домом культуры «Нефтяник» в рамках Краевого культурного проекта 59 фестиваля 59 региона. Фестиваль, который стал уже доброй традицией в нашем городе. Чернушка, ленинница, богатая девица. И мы немножко пороподелим чай. Начнем с того, что материалы какие нужны для вышивки. Для вышивки, так как вышивка счетная, поэтому ткань должна быть такая, где ниточки полотняного переклетения и можно сосчитать их. Это может быть равномерка, это может быть мелкая конва, это может быть двунитка. Ну и также ленинные любые ткани, которые с полотняным переклетением. Ну, как вам позволяет ваше здоровье, как у вас есть возможности зрения. Также для вышивки, для такой счетной, используют иглы, немножко такие своеобразные. У них тупой конец, для того, чтобы можно было проще найти дырочку, а не попасть в нырочку. Но для русской вышивки, я занимаюсь традиционной русской вышивкой, вообще традиционной вышивкой народов, населяющих наш регион, очень часто и больше всего используется вышивка красными цветами. Но с присутствием черного, синего, зеленого, желтого и других цветов. Но самое большое, это красная вышивка. Ну, вот маленькую такую дорожку я делала, это вышивка, назвала ее чернушанка. Такая вышивка. То есть, в орнаменте мы можем наблюдать какую-то фигуру, женскую фигуру. Красного цвета, так как у нас район, я считаю, традиционный, поддерживает нашу традиционную культуру. А внизу черный. Что означает черный цвет в нашей чернушке, всем понятно. Это чернота, да, это нефть, либо наше болотное, наше болотное достояние, это ТОФ. У нас, кстати, очень много залеганий ТОРФа. Ну, и еще градиентно так введено, потому что это вся наша жизнь, все наше переплетение, да. Так, ну, этой вышивкой, конечно, в большей степени, она очень сильно похожа на тканые узоры. Но ткать такие узоры могли рукодельницы, но это сложновато. Если заткать, допустим, в рушник, в полотенце, концы, ткать с узором, в одном, ткать снова с узором, и тогда рукодельницы проще взяли и начали вышивать в такой же технике. Этот узор, эту ткань, можно пришить на одежду, прямо сверху. Если одежда износилась, а узорное полотно осталось, оно не носится, перенести можно на другую рубаху или на другое какое-то изделие. Если остались остатки небольшие, где-то лишние большие, нужно использовать на карманчик, на лакомник, где-то на головной обор использовать, может быть, кисет милому сшить, какую-то сейчас для телефонов какие-то штучки небольшие, да. Ну и, конечно, большей частью эта вышивка использовалась в рушниках. Рушники разные, обрядовые, может быть, подарочные. Очень часто подарочные благословляли в дорогу. Вот этот рушник в дорогу. В нем очень много красного, особенно с перенозащитного. А с другой стороны, вот эти вот прошвы, они говорят о том, чтобы дорога была светлая, такая понятная, чтобы не было никаких ни сучка, ни задоринки, как говорится. Ну и хоть в поезде накрытый на стол, да, красиво. Ну и, конечно, знаковую функцию имела, потому что эти узоры вышивались с хорошими пожеланиями, с хорошими намерениями, с молитвами. Тому, кому дарят их, поэтому они имели защитную функцию большую. Ну и имеют, я считаю, потому что заказывают их конкретные люди. И дарю я тоже конкретным людям. Так, а это уже узор пожелания хорошей жизни молодыми. Потому что здесь уже женская фигура, с плодородным полем, то есть на хороший брак, на большую семью, чтобы жили счастливо, богато, чтобы все у них было хорошо и так далее. Да, очень сильно длинной вылететь. Можно и с шестью, но в зависимости от ткани в начале. Отступим сантиметра 3 хотя бы от края и сделаем полоску. Одну пропускаем, одну вышиваем, одну вышиваем, ну как бы вперед, вверх-вниз, вверх-вниз. Просто. Так, а у вас, Светлана, будет две. Пропускаем две вверх-внизу. Так, вот так. Просто. Так, в вышивке никогда нет узлов. Просто вставляем и все. А, через одну, да? Через одну. А, как бы там называться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова 1 2 3 и 5 пропустить снизу, можете в какое-то расстояние отступить одну или три клеточки, как тут ее зацепить, да перейти по краю 1 2 3 4 5 да и так дальше Субтитры подогнал «Симон» Отступите немножечко и одну, посмотрите в соседке, 1 наверху, 5 пропускаем Так, у вас тоже самое, 1 наверху, 5 пропускаем, но вам нужно, у вас это как бы точка отсчета, да, это получается? 1 2 3 4 Так, да, 1 наверху, 5 снизу, но уже вот этих вот отсчетов А вот с этой вот нечего, да? Ага Далее, давайте вниз немножко Так Теперь, ага 3 Сверху, 3 снизу 3, 3 3 Угу 3 Да, да, удобно Вот это ничего не можем Только краник затерзгивайте Ч-ч-ч-ч-ч 7 7 8 9 3 5 reading мы берем за точку счета вот эти вот то что мы прошли это единицы чаще всего летают и вот на старых вышивках на графических чаще всего сделанные а потом дальше уже не распускают интерфикам выложить 1 2 3 4 5 вот где выйти вот или мутинами и тогда еще все лишь Они очень сложные, посмотрите, можете прямую какую-то посмотреть или еще что-то. Они сольются или два раза на выходе. Видно? Фотка. Я даже вам все. Фотка. По этой вышивке, не знаю, сама не сомневаюсь. Тут вот все хочу. Расписью заняться. Поехали. 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 В Bengh. Поехали. 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 Все прекрасно. Поехали. Уг Bug. Поехали. Продолжение следует...